Неизвестный нацизм Гитлера и Розенберг. Честно сказать, если бы меня лет пять назад спросили, кто такой Розенберг, я бы сказал, ну это один из нацистских лидеров, в общем я мало чего о нем знал. Но так он подвернулся мне, я исследовал эту личность, она достаточно интересная. Ну а до этого я знал, что вот есть гитлеровская Майнкамф, есть вторая книга после этой, которая была, отражала идеологию. Нацистская Германия, это миф 20 века Розенберга. Вот как бы две основополагающие книги, которые сформировали некую идеологию, которая повлекла за собой большую войну, огромные жертвы. Исследовать это не значит сочувствовать, хотя и есть определенное сочувствие, потому что без этого невозможно исследование проводить. То есть сочувствие не к идеологии, а сочувствие к судьбе, например, вот к судьбе Розенберга, который, в общем-то, и вы наверняка о нем очень мало знаете, но среди десяти повешенных после Невгарского процесса он оказался. Хотя не был в первых рядах, он может быть был одним из выдающихся идеологов, как некоторые считают, вот я немножко иначе считаю, но попался под раздачу, потому что на него свалилась вина за тех, кто в суд не попал, кого либо не нашли или кто самоубился до начала суда. Ну, на него все это свалили. Что он был и идеологом, и, значит, на оккупированных территориях, все это он, все это он, все это он. И что бы там ни говорила защита, какие бы аргументы в защиту не приводились, ничего это не было принято во внимание, прямо как в современных российских судах. Вы ничего не говорите, решение будет принято вне зависимости от того, доказали вы, опровергли вы обвинения. Я тоже много раз был в судах, как эксперт. Могу сказать, что вот Нюрнбергский процесс – это один в один российские политические суды. Никаких аргументов никто не слушает, обвинение вообще ничего не аргументирует, ничего не доказывает и не опровергает ничего, что исходит от защиты. То есть защита как бы сама по себе, мели и меля, твоя неделя. Вот так книжка эта посвящена, собственно, не Нюрнбергскому процессу, поэтому будут посвящены другие книги, которые в следующем году выйдут. Я уже договорился с издательством «Книжный мир», отложил издание уже написанных книг, потому что в следующем году будет 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса. Две книги там написаны, они в следующем году выйдут. Тоже вот в этой серии «Неизвестный нацизм». Книга очень объемная, такая рекордная для меня по объему, потому что вместить два персонажа в одну книгу достаточно сложно. Тем не менее, я использовал метод, который обязателен для аналитики – это сжатие информации. Я не сжимал, я, наверное, сжал больше, чем в 10 раз, как минимум в 10. Все опубликовано, некоторые говорят, вот, ничего не опубликовано, абсолютно все опубликовано, только не на русском языке. Все речи Гитлера, абсолютно все, в том числе и те, которые сохранились в виде стенограмм, которые, в виде обзоров, все сохранились, абсолютно. Все, даже брошюрки Розенберга, все можно даже в сети найти. Вот, все это мной переводилось где-то фрагментами, где-то целиком, и сжатие произошло вот больше, чем в 10 раз. Семь день книжка получилась там порядка 900 страниц. Но в этой книжке есть все. Если кому-то интересна эта тема, вот, идеология, собственно, борьбы с идеологией нацизма никто и не начинал. И я скажу почему. Потому что те, кто после войны определял политику, они мало чем отличались от нацистов. И сегодня это то же самое. И вся политика настолько похожа на то, что, вот, современная политика, на то, что было у Гитлера, там, Геббельсская пропаганда. Геббельс просто ребенок в сравнении с нынешней пропагандой. Все вот эти живодерские намерения тогда произносились открыто, а теперь втихую. Да нет, мы ничего такого не имели в виду. Но, тем не менее, там в Газе почти 20 тысяч детей убили и пойбухны. То есть политика не изменилась с тех пор. И поэтому очень удобно, когда есть образ врага, мы на него наваливаем все, а сами вроде как чистенькие. И так получается, что критика нацизма – это, как бы, оправдание сталинизма. Ну, раз мы правы, если они не правы, значит, мы правы. Нет, это не должно быть так, потому что это счет до двух. Раз и два. Правый и неправый. Нет, там, как минимум, три. Третья фигура – умолчание. Традиционно русское мировоззрение, оно не вписывается ни в это, ни в это. Значит, первый – это метод сжатия, а второй – это метод разложения по полочкам. То есть груда информации. Очень мутные книги. Я не рекомендую читать ни ту, ни другую книгу из основных ни «Мир XX века» Розенберга, ни «Майн кампф» Гитлера, потому что это занудные, очень плохо написанные книги. Но, тем не менее, они сыграли свою историческую роль. Поэтому я, как исследователь, к ним обращаюсь. Но просто вот человеку взять и начать читать – ну, вы со скуки помрете. Что от одной, что от другой книг. Я не знаю, кто-нибудь здесь хотя бы листал эти книги. Ну, а я не только их, но и много чего еще. И там процитировал в достаточной мере. И ссылки все есть. То есть откуда что взято, из какой речи, из какого источника. Когда все разложено по полочкам, вы начинаете понимать, о чем вообще идет речь. Одно дело – поток бессвязной информации. Другое дело – когда вы прямо тематически одну тему освоили, другую тему и так далее. И тогда вам понятны аналитические выводы. Или даже вы сами можете эти выводы сделать, если вам не понравятся мои выводы. Это позволяет читать осмысленно, осваивать историческую информацию. Не хаотично, как обычно читатель там почитал, тут почитал. Здесь весь комплекс идеологии нацизма изложен, исходя из источников двух главных идеологов, которые тогда существовали. Они и тогда были признаны. И до сегодняшнего дня считается, что они и есть главные идеологи. Вот пропаганда, предыдущая книжка из этой серии «Неизбежный нацизм», она как раз была посвящена вот этому разграничению идеологии пропаганды. Где пропаганда, где идеология закончилась, началась пропаганда. И там совсем уже другая картина. Там есть мобилизация своих, есть демобилизация чужих и так далее. Разные схемы политических технологий. Я надеюсь, что это будет провокационный посыл для тех, кто кичится тем, что он изучал идеологию нацизма. Я могу сказать, никто ее не изучал. И вообще публикации о идеологии нацизма на русском языке точно нет. На иностранных языках там какие-то потуги есть. Но все равно здесь вся критика нацизма ориентирована на пропаганду. И является пропагандой, и поэтому она является лживой. То есть выдумывается... Была такая книга, один из противников Гитлера, то есть сначала его соратник, а потом противник, Раушнинг, бежал от нацизма в Париже, написал книжку о Гитлере. Якобы он с ним постоянно встречался. И оттуда сыплются цитаты как достоверные абсолютно. А потом Раушнинг признался, что у него не было денег, ему издатель посоветовал написать вот такую книжку. Он абсолютно все придумал. Он с Гитлером наедине никогда не встречался. Там у него как будто были десятки бесед. В общем, он и сам разоблачился, сказал, что да, это все художественный вымысел. И, в общем-то, и было показано, что он никогда и не встречался. А нам говорят там такие фразы, типа, я освобождаю вас от совести, якобы у Гитлера говорил, ничего такого не было. Если присмотреться, то милейший был человек. Таких вот жестоких фраз, которые нам навевает пропаганда, ничего этого не было. Но если посмотреть, разобраться в идеологии, что там было, ну это как бы деструктивные замыслы не только в отношении других государств, но и в отношении собственного государства. То есть человек не понимал, во что это, в конце концов, выливается. Самая главная его посылка была, это Лебенцраум. Сфера или там территория для жизни, пространство, жизненное пространство. А где его взять? Вот в колонии после Первой мировой войны были отняты у Германии. Где еще территории взять? И Гитлер пришел к другу, где же еще, кроме как в самой Европе. Тем более, что вот противники рядом. А где вот на запад, там вроде культурные народы. А вот мы на восток тогда против славян. И самая пространная идея, это забрать Украину. На Украине полное большевистское раззарение. Голод только что там прошел, миллионы людей погибли. Вот мы заберем Украину и заселим фермерами. Фермеры дадут невероятно эффективную экономику. Сельское хозяйство, все будет прекрасно. Вот это главный деструктивный посыл. Он ошибочный. Понятно, из этого ничего не вышло. Во время войны, наоборот, пришлось с Украины завозить место того, чтобы туда фермеров. Забирали с Украины рабочую силу и отправляли в рейх, чтобы там работали. А пропагандистская мифология говорит, ой, они так там ужасно жили. Они ужасно жили там, где они жили изначально. Да, у них родину отняли. Но что касается условий труда, пропитания и так далее, конечно, в Германии было несравненно лучше. Хотя были всякие эксцессы. Но нам вот эта антифашистская пропаганда лживая говорит о том, что все страшно страдали. Я посмотрел там, что публиковали даже во время войны. Ну вот ужасные страдания, там какое-то письмо нашли и так далее. Какая-то крестьянка, ее перевезли. Там нет ничего о страданиях. Там есть просто тоска по родине, больше ничего. А чтобы вот там кого-то там избивали, там непосильный труд, там какие-то каменоломни, ничего этого не было. Так что надо четко понимать, где пропаганда, где идеология, где деструктивные установки, где конструктивные. Ни одно государство не может существовать, и Германия не существовала с абсолютно деструктивными установками. Там великолепная была социальная система создана. Но это позитив, а другая сторона это агрессивная политика и уничтожение огромных масс людей. На войне, не на войне, а то, что касается там концентрационных лагерей, это отдельный вопрос, отдельный разговор, почему и что там люди погибали. И насколько лживы послевоенные мифы, это тоже отдельный разговор. И об этом будет, наверное, отдельно, вот как раз в книгах по Нюрнбергу были подробно написаны.